добрый день хочу сказать как дела хочу спросить приятно спалось неприятно спалось комары не покусали нет там одиннадцатый этаж комара сейчас тобой у меня спор не получится потому что ты уже сложившийся человек со своим мнением я не собираюсь тебя переубеждать вот я во-первых хочу тебя спросить а что ты думаешь о более молодым поколение от тех которым сейчас 15 16 20 можно 20 чуть-чуть за 20 вот они что думают как с вашей стороны с моей стороны честно сказать мне трудно сказать вам что я с ними как-то мало общаюсь ну знаешь про наших молодых мне вообще-то тяжело было всегда с молодыми как-то общаться вот я им оставлю эту землю как смог я ее так и защищал строил что-то делал жил и это ихнее дело меня гложет сильные сомнения что у вас все так единодушно мыслят кота ты не прав между прочим я тебе не пытался объяснить я только отвечаю за себя более того я тебе скажу такую вещь вот ты говоришь все население абхазии здесь между прочим не только абхазцы живут но столько почти столько же грузин вот сколько абхазцев вот вообще фокус интересный получается вот до войны в грузии в абхазии жила 200 там 47 или ну хорошо 250 тысяч и грузин убежал отсюда 300 тысяч и осталось еще здесь где-то 60 или 70 тысяч и но ты поняла но это я считаю мелочи хорошо вот в абхазии не может быть так единодушно все вот так настроены я этого не скрываю мы вообще не пытаемся себя сравнивать с вами слушай разница большая вас нам 4 миллиона нас всего лишь там в одну гостиницу можно собрать но это не значит что нам у нас права никаких не должно быть или нам эти права кто-то должен подобрать а свои или дать или отобрать когда хочет я не считал и не считаю что вы были ущемлены каких-то правах по моему у вас прав было очень даже много ваши люди вообще говорили что у нас их слышка много и вообще их вообще не должно быть я такие разговоры прекрасно слышал я прекрасно помню эти разговоры насчет что я автономия нафиг там им нужно их 18 процентов я проблему вижу в том что ты со мной жить не хочешь ты не хочешь со мной жить ты не хочешь в одном государстве со мной жить вот это я уяснил очень хорошо что значит не хочешь я живу слушай у меня начальник грузин мать грузинка и до него начальник у меня всю жизнь грузин там сидит работает гоняет меня туда-сюда я же против этого ничего не имею а что ты еще называешь жизнью я же не виноват что ты вот оказался там а эти остались здесь потерпели все и меня стерпели и ситуацию стерпели но они хотели они остались ты же не можешь сказать что мы насильно тебя отсюда выгнали не было этого была война вы ушли мы пришли меня насильно ты знаешь вот я думал об этой финальной части разговора что сказать как сказать наш воду второй ступени люблю повторяться тоже не люблю вроде бы все вы сказали но и вот ощущение у меня такое остается что что-то все равно между нами недосказанное осталось я не знаю у тебя так или нет но у меня вот я у больше чем уверен сейчас кончится эта передача соберут унесут моей квартире оборудование я начну потом анализировать естественно то что мы с тобой о чем мы с тобой говорили наверняка еще что-то пару аргументов каких-то приведу в свою пользу ты наверняка тоже самое сможешь сказать про меня от того что мы с тобой допустим истину будем знать этого еще недостаточно для того чтобы порядок навести в нашем мире хочется конечно что все было правильно но проблема в том что это правда у тебя своя у меня своя у третьего у кого-то своя правда понимаешь я хочу тебя одну весь спроси тогда связи с этим да вот допустим такая чисто гипотетическая ситуация все каким-то чудесным образом поменялось мы вернулись своим родным очагам осели зажили мирной жизнью вместе с вами мы все вместе ты берешь автомат опять бежишь в горы или нет или меня встречаешь на границе я не верю в чудеса вот мой тебе ответ понимаешь не делай этого ты посмотри вот у меня пальцы на руке вот на одной руке они растут они все разные нельзя их кровь прольется их нельзя уравнивать понимаешь не получится это это только топором можно сделать формально тебе никто не запрещает тебе одному вернуться но ты хочешь вернуться в другое время в другое место и совсем с другими людьми понимаешь также нельзя или надо в одной лодке сидеть или в другой лодке сидеть что теперь делать или меня надо выкинуть из этой лодки и занять мое место не упаси бог зачем я без тебя иди интересно будет там жить где я стал свыкся с тобой на тебе еще нужно это самое чтобы интересно было да спасибо конечно я еще раз говорил и говорю я буду стремиться вернуться и воссоединиться вот мое кредо такое ты пока по определись кому и к чему ты хочешь присоединиться смотри смотри очень аккуратно получится или не получится не знаю еще подумай транспорт но хоть какой собираешься выбрать на танках тебя точно не не очень хорошо примут на танках не хочу но об этом я бы тебе соврал бы не откровенно сказал бы себе об этом бы тоже не думал я не сомневаюсь к ты можешь не ваш бронепоезд на запасном пути стоит до всегда у нас нету запасных путей как раз у нас только один путь это у вас там варианты есть понимаешь у вас более широкий выбор буду стремиться заставлять наших политиков поступать так как выгодно мне и большинству населения они так хотят как хотят они с тобой было приятно пообщаться желаю тебе всего самого хорошего желаю тебе твоей семье твоим детям здоровья счастья радости и просветания успехов всех благ всего доброго до свидания спасибо кота тебе так с нашим общим знакомым еще раз ты знаешь я вообще-то очень мало пью но стакан мог бы поднять конечно нашим общим знакомым привет передавая возможность дай бог что все было хорошо дай бог что все было хорошо и что войны больше чтобы не было самое главное чтобы наши дети не видели того что через чтобы у меня есть Субтитры создавал DimaTorzok